Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам свой цимби-идео и показать, какой же сюрприз приготовила мне это растение. Я буквально вчера удобряла все свои растения. Ну не прям все поголовно, а те, которые нужно удобрять. Я вам уже говорила про удобрения, что есть такие орхидейки, которые нужно удобрять, а есть такие, которые не стоит, либо немножечко стоит подождать. Так вот, я выбрала несколько растений, которые нужно удобрить. Цимби-диум нужно было, два моих цимби-диума, которые у меня в данный момент есть, вернее, все, что осталось. Мне их нужно удобрять, потому что эти растения достаточно так уже хорошо, прилично подрастили свои молодые росты. Вот один из молодых ростов, то есть уже такой достаточно большой молодой рост. И теперь смотрите, что эта орхидеюшка приготовила. Я вам аккуратненько приближу, и я думаю, что уже очень многие заметили, что же приготовила мне моя орхидеюшка. И моя орхидеюшка растит цветоносик. Вот здесь вот у нас будущий молодой рост уже есть, как бы зачаточек такой, да, и у нас есть цветонос. То есть, как только орхидея наша процветет, после этого у нас пойдет в рост молодой рост. Видите, вот этот молодой рост, который уже вырос, он уже закладывает будущий молодой рост. Так что вот такой вот хорошенький сюрприз приготовил мне Цимбидиум. Верхние корешки у меня немножечко просыхают, потому что орхидеюшка стоит на улице. Я вам показывала, они у меня стоят за окошком. Но дело в том, что у нас сейчас очень-очень жарко. Я вам вставлю фотографию и покажу, сколько у нас на градуснике. И какая у нас температура, я думаю, что вы все поймете. Поэтому на ночь я эти орхидеи теперь выставляю, опять же, на окошко со стороны улицы. На вечер я эти растения, на утром, когда я просыпаюсь, я эти растения забираю с окошка в комнату, потому что очень-очень сильная жара, и это неблагоприятно сказывается на цветоносах. Вы помните, что у меня в прошлом году орхидеюшка, которая подрастила цветонос, она засушила бутоны, потому что было очень-очень жарко. В этом случае я думаю, что если у нас будет очень жарко, то я эту орхидеюшку, скорее всего, что отвезу к нашей бабушке. У нее достаточно прохладненько, и мне просто очень хочется сохранить цветение этого растения, и посмотреть, как же она у меня зацветет, потому что очень-очень много вопросов по поводу, ну как же зацвестит имбидиум, что вот он у меня столько лет, и у меня ничего не получается. Ребята, сложного ничего нет. Самое главное правило – это устраивать вот эти вот перепады дневные и ночные. Если за окном жара, значит растение обязательно нужно забирать, потому что прямых солнечных лучей при температуре 36-38 градусов, я считаю, что это немножечко будет перебор для растения. Поэтому я растение с прямых солнечных лучей все-таки забираю. Оно у меня стоит до 10-11 часов на окошке, на солнышке. То есть растение получает ей нужный солнечный свет, потому что ему растению тоже оно нужно. Я не забираю растение в 6 утра с окошка. А когда с утра еще светит солнышко до 10-11 часов, вполне возможно оставлять растение на прямом солнышке. С нашим растением ничего не случится. Но уже после 11 часов желательно растение забирать, для того, чтобы растение не получило ожоги. Но все-таки высокие температуры этому растению не очень подходят. Хотя это такое растение, что оно подстраивается и выдерживает абсолютно все. Но я не хочу с данным растением экспериментировать, потому что у нас появился цветонос. Я очень хочу, чтобы этот цветонос у меня подрос и чтобы это растение у меня зацвело. Я приложу максимум усилий. Постараюсь сделать все для того, чтобы этот цветонос у нас зацвел. И чтобы мы с вами посмотрели, как же будет цвести эта орхидеюшка в домашних условиях. Потому что вы все помните, эту орхидею я покупала цветущую. Вот она подрастила молодые росты. Четыре молодых роста. И вот один из этих молодых ростов уже нас порадовал цветоносиком. Я буквально вчера вот это вот заметила. Потому что вы видите, что все у нас было прикрыто. Я не знаю почему, вот что-то мне стало интересно. И я просто вот пальчиком вот так вот заглянула. Думаю, что же такое? Потому что все достаточно плотненько прилегают. А здесь вот смотрю, вот как-то оно вот так вот начало отставать немножечко. Думаю, ну и-ка я загляну. Я раз, а там сюрприз. Так что не зря я туда заглянула. Вот так что вот такие вот у меня радости цимбидиум растит цветоносик. Отличный результат. Отличные растения. Так что, ребят, будем ждать цветения. А вам всем огромное спасибо за внимание. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите под видео. Я теперь по возможности постараюсь больше отвечать на ваши комментарии. Потому что, ну, до этого немножечко у меня не было возможности. Я не могу разорваться. И заказ, и это все, который пришел с заказ, это все нужно было сфотографировать. Выставить то, что было в наличии на продажу. Это все паковать, отправлять. Это занимает очень-очень много времени. Вот поэтому получилось так, что у меня просто не было возможности снимать видео. Я, конечно, тоже очень расстроилась из-за этого. Но физически просто я понимаю, что я не могу и снимать видео, и фотографировать растения, паковать, возить на почту, отправлять. Вот это очень-очень сложно. Что-то у нас там очень громкое проезжает за окошком. Окошко я открыла, потому что очень жарко. Не могу закрыть окно. Потому что не будет чем дышать. Так что, вот так вот порадовала орхидеюшка цимбидио. Ждем от нее, конечно же, цветения. Любые какие-то изменения, что-либо, если получится или не получится. Я вам обязательно это все буду рассказывать и показывать. Для того, чтобы вы смотрели и, возможно, вас это убережет от некоторых ошибок. Намного проще учиться, конечно, на чужом опыте, чем самостоятельно набивать свои шишки. Не нужно выдумывать велосипед. Это я уже тоже поняла на своем опыте. Иногда лучше где-то в интернете поискать информацию, почитать. И избежать вот этих вот шишек и неприятных ситуаций. Так что, огромное вам спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.